Всем тейп, всем кизаро, всем простые, но качающие биты, и сегодня мы быстро, но метко заколотим KIK 808 бас и накроем всё это мягким и аккуратным слоем пианинки. Меня по-прежнему зовут Стас Гарфпрод, и пока я всё это болтаю, можно было уже написать бит. Первым делом поставим темп 127 ударов в минуту, это темп этого трека, и закинем пару звучков. Нашим основным звуком будет KIK ZONE CLASSIC, бесплатная пианино, ссылку на которую вы сможете найти в описании, ну или в гугле. Закинем 808 басец, по-моему... Там вот этот, именно этот сэмпл баса использован. Теперь можем подкинуть KIK, мой новый, самый любимый KIK. По-моему, вот этот клэп и snare. Ну, snare понятно какой, это всем известный ЧОП, хай-хетики, по-моему, вот этот. Open Head, это как будто они хоть чем-то отличаются. Ещё там на заднем плане есть какой-то синт, я точно не знаю, что это за синт, возможно, это просто какой-то сэмпл перкли, хз, но я решил взять вот этот звучок, по-моему, похоже. Сэмплики мы добавили, мелодия звучит примерно вот так. Она невероятно сложная, так что давайте её пропишем, пока она сохранилась в моей памяти. На октаву выше. Вот так, в конце B. И... Всё. Ну, конечно, в треке она какая-то там вся лоу-файная, перекошенная, и подобную штуку мы проделаем сейчас с помощью одного интересного плагина. Это плагин Reels. Это эмуляция ленты, тейпа, кассеты, как хотите, называйте. Делает звук вот таким, можно вот... Вот так его испоганить. Харшнос это типа перегруз, как бы, поэтому его мы убавим до, давайте, двух процентов. Флаттер это... Вот такая штука, которая делает звук изменяющимся по высоте тона. Он такой, становится сразу плавающий. Дакинг это тоже самое, только не высота тона, а громкость. И кросс-толк это взаимное проникновение левого и правого канала, то есть как бы смонивание звука, если такое слово вообще существует. Здесь мы выбираем разные типы ленты, это японская лента, французская лента, которая самая плохая. Здесь у нас скорость воспроизведения, то есть 3.75 быстрее, соответственно, больше высоких частот. 1.87 медленнее, соответственно, меньше высоких частот. Я выберу японскую ленту 1.87, флаттер где-нибудь на 40%, дакинг на максимум, кросс-толк давайте на середину, харшнос 2%, все. И после этого мы можем закинуть сюда еще RC20, чтобы, скажем так, шлифануть. Тоннее вот так, ширину тона мы немножко убавим, потому что там звук такой довольно моно, воблу можно выключить и было вот так. Стало вот так. Я забыл об этом сказать сразу, по-моему, наша высота тона это D-sharp и по-моему, наш скейл это Pridgen Scale. И я хочу сделать еще одну прикольную штуку. Убавляем темп со 127 до 64, закидываем наш паттерн в плейлист, выделяем, нажимаем Ctrl-C, Enter. Зарендерим его в WAV. Зачем? Сейчас покажу. Смотрите, в моде вместо Resample ставим Auto, Time, задаем ему такой, чтобы он равнялся 4-м тактам, даже после того, как мы увеличим темп обратно. Увеличиваем его до 127 снова. Жмем Да. Получаем вот такой вот немножечко корявый звук, но по-моему, это именно то, что было у тейпа. А чтобы получить звук, который был во вступлении, просто копируем этот фрагмент, нажимаем здесь, делаем Make Unique. Открываем уникальный этот фрагментик, пич, опускаем полностью вниз и... А скачать этот проект вы сможете у меня в Инстаграме по ссылочке в описании, как только это видео соберет 3333 лайка. После этого вы сможете проект скачать, открыть у себя в филке, посмотреть, поковыряться, вдруг я что-то еще интересное от вас спрятал. К сожалению, это не так. Так что ставьте лайк, если вам уже нравится этот бит, если вам нравится разбор актуальных треков или вы хотите поковыряться в этом проекте. И мы продолжаем и, наверное, пропишем 808-й басец. В первую очередь нужно зайти в Envelope и на минимум поставить все, кроме Hold, Hold на максимум. И звучать он будет все время на одной ноте. Clap тоже звучит просто феноменально круто. Ctrl-C на snare. В snare давайте поставим Stretch и опустим его на полтона вниз. Open Head тоже звучит просто феноменально круто. Только убавим его немного. Кик просто поражает воображение. А чтобы бас стал поприкольнее, мы можем внезапно убавить ему низкие частоты и чуть подбустить. Чтобы он стал именно таким немножко гудящим, как в треке. Вот так, по-моему, поприкольнее. Ну и можем сделать этот шикарный крутейший sidechain, который я показывал в видосе про сведения для начинающих. Вот здесь вот загорелась ссылка. Ctrl-C, Ctrl-V в новый паттерн кик с басом. Заходим в бас, создаем слайд ноту. Вот так, вот так. Делаем ее какой-нибудь супер короткой. И основную нотку убавляем. Вот так, по-моему, идеально. И теперь просто все ноты заменяем вот этой нотой с sidechain. Теперь пропишем просто эти феноменально сложные закрытые хеты. По-моему, они звучат вот как-то так, то есть чуть пониже. Здесь переходим на одну треть. Выделяем Ctrl-U. А здесь вообще, по-моему, еще ниже. Переходим снова на одну треть. Я, конечно, могу ошибаться, но вроде так. Теперь просто наверху это выделяем и дублируем. Потому что у нас абсолютно одинаковые два такта. Ну и, конечно же, нельзя забывать про феноменальный shift. Гораздо круче. И ебойнее, что главное. Теперь давайте Ctrl-C, Ctrl-V в новый паттерн. И делаем Split by Channel. Потому что мы уже сейчас можем начать раскидывать структуру. У нас есть вступление. Та-та. И вообще, это настолько простой, но качающий бит, что мне кажется, что идеально, идеально сюда было бы записать Long Mix. Вот представьте, типа, Тейп с Кезару, но уже с новыми куплетами. Потом сюда залетает Майот на нетипичном для него бите. Король всех простых качающих битов Моргенштерн. И завершает все это. Молодой Платон, причем последние четыре строчки читаются акапельно. Мне кажется, это было бы идеально. Вы бы хотели такое послушать? Если есть более интересные варианты, то можете в комментах написать свои варианты каких-то безумных сайферов на этот бит. В общем-то, уже сейчас мы на всякий случай можем все это скинуть на микшер. Ctrl-Shift-L. И давайте пианинку тоже сбросим на какой-нибудь третий канал микшера. Так, но вначале вообще идет два такта без всего. Но с криком вороны. Ворону я не нашел подходящую, так что будет другой крик. Шутка. По-моему, тут есть еще вот этот звук. Как известно, Out West это знаменитая птица. Поэтому вставляем этот звук вот сюда. Все совпадения с тегом ми по случайно. Эй! И вот где-то вот здесь вступает вот этот синтет. Давайте его пропишем. Тан-тан-тан-тан-тан. Ту-ту-ту. Как-то так. Но можем его чуть-чуть поднастроить. Давайте его подбустим. Чуть-чуть ревера ему. Ту-ту-ту. 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 Вот так. Как-то. И потом дальше идет нормальный паттерн. Но с хеями. Хей давайте погромче сделаем немного. Хей! И здесь у нас еще один FX-ик. Вот этот. Я включу стретч и немножечко его растянул под ритм, чтобы он лучше попадал. Вот так вот сократим последний звучок. И вот так. И здесь бум-бум будет. Этот бум-бум тоже возьмем из FX-ов. Вот он, Explosion SFX. Да, то, что нужно. Тоже отправим на какой-нибудь канал. Только зайдем в него на строки. EQ на минимум. Буста добавим. И добавим стерео дилей. То, что нужно. Сейчас бы я хотел проделать просто необходимую в данном быте вещь. Это собрать все ударные на групповой канал. Закинуть на них, естественно, J37. Чтобы они стали чуть-чуть поярче. Чуть-чуть поплотнее. Load. Мой любимый пресет. Noise убавляем. И после этого можем закинуть еще Ozone и Major. Stereoize. Чуть-чуть. Еще SoftClipper на мастере мы можем заменить вот этим бесплатным плагином G-Clip. У него есть ручка входной громкости, что позволяет нам делать вот так. И чтобы он звучал как SoftClipper Softness, нужно поставить процентов где-то на 20. Ну и что нужно сделать финальным этапом, предфинальным этапом? Конечно же, сжахнуть Ozone и Major на 808 бас. Совершенно не обязательно. Вообще не нужно, но очень хочется. Вот так. Слушаем в миксе. Оу, слишком. Добавим кик. Ну и конечно, что нужно поставить еще на мастер, но совершенно не обязательно. Конечно же, Ozone 9. Я понимаю, что у нас это трещит, извините, уже. Но, знаешь, кашу Ozone мне испортишь. И поэтому просто убавляем входную громкость. Поставим сюда и Major, Exciter и да пофигу, пусть будет динамика Q. Максимайзер ставим на последнее место, динамика Q на первое. В динамике выбираем Low End Control. Я отключаю вот это, отключаю вот это. Убавляю очень сильно вот это и вот это. В Imager я ставлю Enhanced Space. Два раза кликаем сюда. На Exciter выбираем Gentle High End. На максимайзере крутим, пока не звенит. Добавим-ка перегруза на клиппере. Вот, мне кажется. Вот это идеальный финальный штрих. Так что, перед тем, как мы послушаем этот шикарный бит, напоминаю вам, что у меня есть видеокурс по битмейкингу в стиле новой школы и трэпа от Адая, который в том числе подойдет и новичкам. Он стоит 3290 рублей. И чтобы его заказать или узнать о нем подробнее, напишите мне. Ссылка на меня в описании. Можете написать мне в ВКонтакте или в Инсте в Директ. Так что, напишите мне прямо сейчас. Закажите видеокурс. Если это видео вам понравилось, показалось чуть-чуть интересным, капельку полезным или просто веселеньким, то смело ставьте полностью заслуженный лайк. А чтобы не пропустить новые разборы битов или просто видео по битмейкингу FL Studio или какие-то обучалки по FL-очке, то подпишитесь на мой канал. Кнопочка подписаться есть внизу, также она будет в самом конце видео. И на этом у меня уже точно все. Надеюсь, вам было интересно. С вами был Стас Гарфпрод. Увидимся в следующем видео. Продолжение следует...